У нас, к сожалению, история знает о фратистики. В воскресенье 22 числа был хороший день. В 6 утра мы встаем, завтракаем коллективно и идем, берем лопаты, носилки и идем строить дорогу. И где-то около 12 часов рокот. Война, война, война. Кто-то поближе пришел. Немцы напали на нашу страну. Началась война. Немец нажимал на Сталинград беспощадно, бомбил беспощадно. Сталинград и нефтенаполненные цистерны горели. Волга была в огне. Находящихся на правом берегу Волги защитников Сталинграда поддерживали артиллерийские части и те части Катюш. Этот огонь Катюш был сильнейшим, оздоровительным и освежительным фактором от наступающих немцев. Мы, курсанты, и вот в это время были на аэродромной практике. Вдруг раздается сигнал «Боевая тревога». Уважаемые курсанты, наступило грозное время. Враг в Сталинграде, и если мы не защитим Сталинград, а он висит на волоске, наша учеба и служба будет не нужна. Шла непрерывная разведка, поиск языка, захват языка и визуальное наблюдение. Нас сразу не пускали в операции по захвату языка, так как мы были салагами. А на наблюдательных пунктах сидели мы регулярно. Представьте себе, надо занять вот на этой высоте, она впереди наших войск, впереди боевого охранения, в 400-500 метрах от немецких передовых пунктов. Вот там давайте организовывайте наблюдательный пункт. Это значит выкопать блиндаж, защитить его стенки бревнами, сделать накат 1-2 и засыпать землей. Это все перед носом у немцев. А до этого блиндажа нужно траншею прорыть, потому что передовую линию раздела ни авиация, ни наша, ни противника, ни артиллерии, ни той, ни другой стороны не бьют, поскольку могут в своих попасть. Но зато пулеметный огонь плотный и регулярно проходящий. Поэтому, как только немножко высунешь каску выше, чем окоп, сразу пулю можешь получить. Вот так. И участвовали в огневой поддержке группы захвата языка, если это случалась такая ситуация. Вот в таком состоянии мы пробыли, может быть, несколько недель. Но уже шел ноябрь месяц, и знаменитая 19 ноября, День артиллерии, который праздник стал День артиллерии. Кстати, в этот день родился я, позднее уже отмечал. День артиллерии и день начала Сталинградского наступления и день рождения Константина Шарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова